Восьмый год запор. Самые талиновитые и креативные демонстрируют свои таленты не только у рады и телеэфиры, а и паза им. На неколький дзен команды всех структурных подразделений у Белтелерады и компании сбираются разом, как продемонстровать свои творческие и спортивные сдольности. Первая конкурсная задача – оформить свой лагерь. Для декору подыходит все. Некоторые команды створали новоцаправдные мини-городы, а потом рыхтовали программу для их обороны и готовали кулинарные шедевры. Другая задача – стать лепшим на сцене. Тонкие жарты, смелые костюмы, танцы и песни. Не каждый мог бы познать о этих артистах людей, которые створяют серьезные аналитичные программы, керуются делами, те знакомят с новинами. И конкуренция досягнула велезарных масштабов. Здесь чужие успехи мотивируют. В прошлом году сильными были радио, в этом году подтягиваются регионы. Очень сложно сказать, кто выстрелит на этот раз. Поэтому мы за всех болеем, потому что мы даже не одна большая команда, мы одна большая компания. До речи, про работу забыли не все. Треба было захавать для эфиру паза эфирные падеи. Волейбольные споборниц, например, по накале эмоций не соступали матчам национального чемпионата. И группы по отрымке могли супростоять с самым ведомым фан-клубом. Частково дякуючи этому, команда телерадой компании «Гомель» у финале сдолила вырвать перемогу у мостного состава агентства телевизийных новин. Аматорам спорту пропоновали яршие перотягивания канату, где тактыка оказывала больше уплывучим физичная сила. А так само оригинальную эстафету со скакалками, дощечками за место обутку и одными шортами на двоих. Пасля журы подвяло выники усих споборництва и вынесло при суд. Лепшими признанными елеучане. Кубок за другое место отрымала телерадиокомпания «Гомель», якая литерально отвоявала эту преступку педестала у команды «Бреста». Нам приятно, что именно в этом году мы заняли второе место. Было, конечно, сложнее по сравнению с другими командами, но судьба распорядилась именно таким образом, что телерадиокомпания «Гомель» заняла второе место именно в этом конкурсе, за что мы очень благодарны всем, кто участвовал в этом конкурсе, всей нашей творческой бригаде телерадиокомпаний и всем, кто помогал нам организовывать поездку на фестиваль. Вольга Вальшенко, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель».